Всем привет, вы на игровом канале Паша Кинга и мы продолжаем проходить стигиан. Напоминаю, что в прошлой серии мы сходили в театр и теперь у нас есть средства для прохождения той злосчастной улицы, да, зараженной. Но, в конце прошлой серии нам дали люлей, потому что, если мне память не изменяет, плохое было психическое состояние у нашего главного героя. Горло до сих пор першит. Давай-ка мы вот так вот сделаем, восстановимся. Так, у этого полное, значит, ты исследуй. А исследуй, знаешь что? Вместилище Луаз, глаз, язык мертвых. Давай-ка ты плевок Аль Рази изучишь, чтобы было лучше. Ну, а ты, соответственно, качаешься. Вот так вот. Да, 50 уже норм. Потому что те ребята нам прям сносят по полной программе психическую выносливость, а это не есть хорошо. Сейчас быстренько наденем противогаз и поколдуем. Во-первых. Ну, противогаз наде... Да, ладно. Как меня вот в этой игре, на самом деле, раздражает. Мне не нравится ходить в этом костюме, оккультников. Но мы его поносим с собой, потому что это может быть выгодно. Так. И колдуй. Где тут? Сумерки. Да, загадка становится неизвимым к оторваляющим веществам. И менее заметен. Попробь. Тут брать нечего. Облутаться? Облутали все. Пошли. Стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А если мы возьмем скрытность? Или без вариантов? Ты смотри, есть вариант. А нафига нам просто с ними драться? Это не об этом игра. Испорченное мясо, ключ. Не, ребят, не надо за нами идти. Не надо, оставайтесь там. А что я раньше-то не использовал? Давай дальше пройдем. А они прям за нами топают. Не надо, не надо вам за нами. Они прям за нами идут. Слушай, жесть. А пошли туда. Пошли вон туда вот. Давай так и поступим. Сейчас посмотрим, что здесь. О, а тут прям много всего, да? Тут много улиц. Ну, мы постараемся сделать все по-тихому. С ними бороться очень тяжело. Это бессмысленно. Рассудок опять падает. Из-за аномалии, из-за этого. Меня напрягает то, что... Почему они нас преследуют? Черные волосы мертвеца. Зачем мне это нужно? Кто-нибудь не может объяснить, зачем нам черные волосы мертвеца? Мертвеца. А че ж ты не обходил-то? Ладно, давай подеремся. Ну, мне так понравилось, на самом деле, ходить... Ну, и не драться здесь? Да пипец, ты глянь! Не, а мы не справимся. Ладно, давай попозже вколем ему, а пока начнем стрелять. Как можно быстрее это делаем. Защищайся. Так, ты, соответственно, колдуй сразу. Плевок, аль рази. Да ты че, ты прикалываешься? Встань сюда. Я че-то начинаю торопиться, хотя тут торопиться... Не имеет смысла. А, ну круто. Ну ладно, давай тогда так. Так, все, один есть. Отойди чуть-чуть назад, они все равно сейчас будут подбегать. Так, ну вот этого клиента нужно косить сразу. Так, господин Эдик, господин Эдик, подойди, пожалуйста, вот сюда. Эдуард, давай, ладно, вот сюда хотя бы, поближе. А ты становись сюда, потому что они идут, и бей. Очень мало сносят прям им здоровье, и меня это напрягает. Ну, тут он на нас не дотянется, по крайней мере, вот так вот. Смотри, в обход пошли. Молодцы. А че, молодцы? А, тут еще клеточка была. Чувствую, сейчас зомбари окружат. Ну ладно. Терпимо, терпимо. Так, ггшка наш. Ггшка, вот в этого стреляй давай. Они мне напоминают монстров из какого-нибудь Сайлен Хилла. Блин, не умирает, обалдеть. Все, в минус. Сейчас все силы, значит, давай-ка ты вот сюда подойдешь. Ты что сделал-то, блин? А че я не могу его ударить? На, скотина. А то мы прям попозже не могли его облутать, да? Вот как неудобно из-за этой машины. Ой, как неудобно. Ну ладно. Как бы поступить? Давай. Давай вот сюда встанем. Иди отсюда, противный. Защищайся. Он так бьет его. Угу. Шесть. А че, почему он не стал дальше в зомбаря плеваться? Понял, что это бессмысленно? Угу. И хочет до ггшки дойти в любом из... Или нет, или нет. До зомбаря? Или до Эдика? На одной из двух. Либо Эдик, либо зомби. Так, зомби, зашибись. Бей вот. По кому? По кому удар прилетит? Подожди, по кому прилетит удар? Красава. Ну, лучше, чем по-своему, явно, да? Ну, давай. Давай этого уж. Какая разница? Потому что у этого... Невелика разница. Давай будем бить. Хотя 5 УД. И это 5 УД. Мне не нравится, потому что 5 УД не хватает на 2. Это что за нахрен промашка такая? Сейчас было, он по-своему выстрелил. Ой, гг. Гг, не будь как у Г. Давай ты будешь делать красиво. Вот сюда вот подойди тогда и бей. Он вот, я тебе серьезно говорю, издает звуки, как один из монстров в Салимхилу 2. Так. Эдик. Эдик, бей. Минус. Не понял. Я надеюсь, он сдох, а он что-то упал, встал. Этот все, этот харкать будет. Ну, харкай, харкай, давай, конечно. Ага. Эдик, паразитами, братом? Это вот это, что-то она плюет? Ну, на этого паразита не действуют, потому что ему плевать. У него и органы-то, по идее, не работают. Вы еще и обливали его. Так, кто? Ой, надоел. Давай, возьмем биту. Придется вот так вот действовать. Все, защищайся. На самом деле, они очень хорошо зомбаря поистрепали. Очень хорошо. Не мрет. Ты представишь, не умирает никак. Да умри ты. Смотри, до сих пор живое. Уедик, аж два паразита. Обалдеть вообще. А Эдик будет стрелять вот в этого. А, убил? Туда сюда. Пойди сюда. А, не хватает? Ну, давай шаг хотя бы сделай сюда. Тут, по идее, проход-то есть. Вот эта вот клетка. Ну да, представляешься, если бы тогда я не перезагрузился, если бы... Ну, когда Эдика у нас убили. Это был бы фейл. Ну, серьезно, без Эдика очень тяжело. А на удар-то не хватает. Я, короче, винтовку уберу у нашего главного героя. Мне не нравится, что у него винтовка. Она не туда и не сюда. И на удар не хватает. Развернись. Развернись. Развернись, чтобы спину не бил. И два шага... Сюда вот. Кого будет бить? Изгоя? Нет, ГГ бьет. Надо будет восстановить обязательно главному герою здоровье и психическую выносливость. Бей. Мы подошли? Какая паранойя, братишка! Я не могу, он меня бесит. Я что, слил за кого-то выход? Случайно, нажав дважды? Ладно, мы на грани победы на самом деле. Но в будущем, в будущем постараемся без урона проходить. Вот без урона, по скрытности, короче. По скрытности это сделаем, потому что это не дело вообще. Тут сражаться нельзя. И то, что мы сражались раньше, там хотя бы, знаешь, с этими сокультистами было все проще. Сейчас вот реально сложно. Ты посмотри, сколько они в себя впитывают, эти монстры. Настигнут новый уровень. Ну, новый уровень это приятно. Что это такое? Не знаю, что это. Что? Нет? Нет, ну испугался, запись у него прекратилась. Так. Давай-ка не будем выходить со скрытности. В смысле? А почему изгой подошел, а не главный герой? Давай вот так вот по-тихому и пойдем. Сейчас заодно хп-шку восполним. Так. Бдительность, меткий глаз. Шанс критичный. 2%. Всего 2%, но это же мало. Это потому что первый уровень. Сила веры. Физической защите. Давай-ка вот психической стойкости добавим, потому что надоел. Вот, блин, просто честно надоел. Дальний бой или ближний бой? Давай ближний бой ему вкачаем и дедукцию. Потому что ему это нужно. А тебе, соответственно, я раз изгою. Минус 6 запаса очков раз сутка. Колдовство. Давай вот это вот. Вот это вот ему про с колдовством связанное. Ближний бой, оккультизм. Оккультизм и ближний бой. Ну, а с тобой все понятно. Как бы с тобой все понятно. Бессмертное тело, помню, очки здоровья и защита от физического урона. Ну да. Это наш танк. Зомби наш танк. А еще есть эдик, которого прокачать нельзя, но с которым можно иметь дело. Потому что эдик хорош. Что по хп? Сейчас разовьем, мне кажется, ему зависимость. Да. Воспаление мозга. Представляешь, что подхватил болезнь через заразную мокроту обитателя Окаянной улицы. Теперь его защита ослаблена. Круто. Не, а машину мы лутали уже. Это я помню. Так, ну хорошо. Продолжаем наше движение. Они нас не видят. Но пойдут за нами 100%. Что? Я не могу двинуться. Игра залагала, да? Я тебе говорю, игра залагала. Escape не работает. Не работает Escape. Короче, пришлось мне игру перезапускать. Других я вариантов не видел. Поэтому сейчас мы... Сохранение было минуту назад. Ну, соответственно, прям сразу же до бага. А, да. Хорошо хотя бы играть часто сохраняется. Из перехода в локацию... Из локации в локацию точно. И... Тихо, 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 тихо. Нам вот этих вот шуточек, припауточек не надо. Нет, мы там облутывались уже. Давайте аккуратно пройдем тут. Зайдем сюда. И не будем ни с кем лишний раз бороться. Потому что мы не выведем. Возможно. Это гобо. Подобным всему в этом противоестественном месте иссохшие трупы, некогда бы ваши его обитатели выглядят столь же бледно и безжизненно, как чистые пыли под микроскопом. Пошли в дом. Там горит свет. Наверное, нам там рады, наверное, будут, да? Привет. Отвратительное, гротескное существо, на которое вы натыкаетесь в доме, кажется воплощением противоречивости. Оно похоже на противоестественный сплав мужчины и женщины, слитых в обоеполую сущность. Нераздельно слитые лица существа говорят как одно, идеально синхронно открывая и закрывая рты. Из-за пределов сада апостол посетил нас. Как и было предсказано, придет один. Двойной хор голосов существа оказывает на вас страшнотворный эффект, навеки отделенный от своей второй половины. Что это такое? Это то, что я думаю, да? Ты посмотри. Это вот то, что делает его двуполым? У-у-у. Что ты такое? Умертвить эту мерзость. Что это такое? Я то, что было сломано, а ныне восстановлено. Я то, что враждовало, а ныне в мире. Я то, что было разделено, а ныне едино. Я двое, что сделались одним. Я Эдем... Эдем... Эдемава... Эдемава... Эд... Эд... Блин, как это прочитать нормально? Эдемава. Господа Бога. Я восстановил... И... Он восстановил меня из праха ветхих людей, из праха отживших. Добро пожаловать в мой сад, апостол. Мигание многочисленных глаз существа вселяет легкое беспокойство. Я ожидал от тебя. Почему ты называешь меня апостолом? Глаз с небес предсказал мне твой приход. Ты, апостол, предначертано рассыпаться в прах, но прежде послужить замыслу Господа Бога. Искупить грехи ветхих людей и опустить надо этой сцены занавес. Что с тобой приключилось? Когда-то я не был единым, как сейчас. В сумраке чистилища я был разделен на двое, на мужа и жену, на супругов, в чьих сердцах жил страх Господень. Невежественных напуганных заблудших, вопиющих, за что Господь Бог, в верках в это царствие вечных сумерек. Вновь и вновь читали они священную книгу, бесцветный день за бесцветным днем молились они. Существо истерично жестикулирует своими многочисленными конечностями. Они каялись в своих грехах, в грехах всего человечества. Кричали, как оно изменило Господу Богу. Рыдали, каялись, молились, каялись. Твой разум извращен, как и твое тело. Пока в небесах не явился божественный свет, Существо в уголовении обращает свои затянутые, кожистые пленкой многоцветные глаза куда-то вверх. О, как он был прекрасен! Цвета, все цвета, Эдемского сада, не виданные прежде на земле. Божественный свет сразу же покарал тех, для кого не было надежды на спасение. Обратил их в прах и кости. Оба рта существа издают презрительное шипение. Одинокие, пустые, самовлюбленные создания. А затем света обаял тех оставшихся, обаял нас. Ах, мы получили... Ой, мы ощутили в глубине себя всю любовь творения. Она дала нам шанс принять благодать целостности, стать новым возлюбленным творением Господа Бога, призванным населить этот Эдемский сад. Как же тяжело читать вот такой бред, серьезно. Потому что обычно ты же додумываешь, ну вот начинаешь читать фразу, да, и принято додумывать ее. Но ты бред такого сумасшедшего не додумаешь. Однако все прочие, как Адам и Ева в древности, все они отступили от него. Они оставили его. Стезю обратил... Его стезю обратились... Его... Оставили его стезю, обратились в богохульников, алчущих блаженство, сокрытого под землей света. Лишь я осталась верным. Когда Адам и Ева вкушали запретный плод, они уже были прокляты. Их разделение стало их погибелью. Но я едино. Мужчина и женщина слиты его едино. Эдемва. Отныне змей не в силах ни разделить нас, ни обмануть. Тогда скажи мне, что Господь уготовил для меня? Абайполое существо принимается в экстазе покачиваться до своих конечных, словно оберзительный паук переросток. Апостол узрел истину. Теперь ты понимаешь, что должен совершить, чтобы защитить новых детей божьих. Да, ты отыщишь моего первородного сына. О, слава священному свету! Слава божественным цветам! Эй, я ничего такого не говорил. Чувствую, я об этом еще пожалею, но с этого места поподробней. Прости, но я и сам тут еле выживаю. Так, твоего сына? Как это у тебя вообще? Сюрприз на сюрпризе. Да, у тебя сюрприз на сюрпризе. Тревога, словно зараза, расползается по обеим лицам существа. Мой первородный сын Кабаль совершил запретное. Он отнял жизнь своего брата Абеля и оставил меня, своего чрева отца, чтобы примкнуть к отверженным. А разве вот того не Кайн звали? Кайн и Абель? Абель. А, ну это немножко переделали. Ну ладно. Или я могу ошибаться, я не читал. О, апостол Паджа. Я просто игру помню, Кайн и Абель. Мой сын согрешил, и знаю, что согрешил вновь. Если ты не вернешь его мне, только я могу отвратить его от тернистого мирского пути. Я знаю, что его еще можно спасти. Во имя любви Господа Бога я призываю тебя исполнить твой последний долг. Как апостол ветхих людей. Теперь в голосах обоеполого существа слышится материнское оттомление. Приведи мне Кабаля. Кабаля, приведи моего первородного обратно в мои объятия. Ну, я сделаю это, ладно. Ты найдешь его за пределами сада вместе с отвергнутыми. Скажи ему, что его чревоотец прощает его. Многочисленные глаза существа озаряются надеждой. Скажи, что ему по-прежнему готово место на небесах. Интересно, как он появился на свет? Бесформенное тело существа содрогается от, как вам кажется, удовольствия. Апостол временами, когда я закрываю глаза, я вижу Эдем. Который вовне. Который вовне? Ну, ладно, вовне. Или вовне. И чувствую ощущения, которых не чувствовала никогда. Ну, как это прочитать еще? Вовне, наверное. Не подумай, что это сродни этой эгоистичной и собственно собственнической любви, что люди испытывают друг другу. Та любовь есть яд, который рано или поздно ведет к похоти, падению и вечной погибели. Оба лица существа искажает гримаса отращения. Но когда небесная гармония ласкает мою душу, мое прекрасное новое тело начинает тихо услаждать себя. И я становлюсь одним целым. С Господом Богом, поскольку любовь к себе – это любовь к его творению в чистейшей форме. В такой-то момент мне и было неспослано семи двух моих детей – Каббеля и Абеля. Именно в этот момент божественной радости я познала, что моему потомцу суждено заселить землю в качестве новых детей божьих. А что это за отверженные? Те, кому Господь Бог дал дар искупления. И кто его отвергли? Все они вкусили запретного плода и теперь, как падальщики, бездумно алчут света той, что спит в глубинах земли. Ясно, я, пожалуй, пойду. Дичь какую-то занес. Но! Между прочим, у него можно отдохнуть. Давай поговорим. Изгой говорит с вами, не сводя глаз с собой полого существа. Теперь, когда я вижу, что любовь к близким могут испытывать даже такие проклятые души, как эта, я не могу не задаться вопросом. Боги, за что вы лишили меня такого шанса? Быть может, у тебя тоже была семья, но воспоминания о ней за многие века истерлись из твоей памяти? Увы, незнакомец. Эта мысль не дает мне утешения. В том, что было утрачено вместе с истлевшими страницами прошлого, для меня еще боль. И для меня его не больше, чем в том, что не существовало вовсе. Зачем был этот диалог? Вот ты мне можешь объяснить, зачем мне был нужен этот диалог? Он ничего нам не дал. Это просто мысли изгоя. Для меня эти мысли ничего не значили. Читать. Эхо Хома, давай прочитаешь. Читай. Так, язык мертвых, сглаз. Давай сглаз прочитаем. Так, сайт на сража. Делать три в одном. Зомбарь красавчик вообще, я не знаю. Ибо человек предпочитает хотеть нечто, чем ничего не... Странно. Ибо человек предпочитает хотеть ничто, чем ничего не хотеть. Глубоко. Глубоко. Но тем не менее. Тем не менее, давай пойдем. Предпочитает хотеть ничто, чем ничего не хотеть. Это то есть, если... Ну, люди в принципе всегда чего-то хотят. Не могут ничего абсолютно не хотеть. Ну, это интересная мысль, но ладно. Да облутайся, ну... Бесит меня вот этот баг. Я не знаю, баг, не баг, но... На самом деле, тут неплохой лут. Почему на самых хреновых улицах, в таких местах, самый хороший лут? Это, кстати, было и в Синкин-Сити тоже. Да твою-то налево, когда мы уже дойдем. Мне такое чувство, что мы сейчас впервые скоро заполним весь рюкзак. Так, шприц даже с Морфеем нашли, ты глянь. Походу, сейчас драться будем. Подожди. Давай-ка вот все-таки поставим. Так, а это сколько занимает? 5 УД, 4 УД. Давай вот так вот сделаем. Мне кажется, из одноручного оружия он лучше стреляет, наш главный герой. А Би-то не его. Не его оружие. Я думаю, имеет смысл взять, дать ему вот... Ну, минус 2, видишь, удобство. И 5. Потому что мне не нравится, что его всего на один удар хватает. Давай ему дадим молоток. Пускай он молотком дерется. Вот мне кажется, так оптимально будет ему. А тут без вариантов не пройдем, да? Ну да, тут не пройдем. Тут никак бы мы не прошли. Тем более, ты же видишь, какой-то необычный монстр. У него лицо немножко другое. Мужское. Тут обычно женское лицо у них вроде какие-то были. Или по крайней мере, волсатые. Во! Вам нужно попытаться как-то переубедить заблухшего сына Эдемвы. Это сын. Ну, сейчас мы тебя, братишка, переубедием. Так или иначе. Вот. Сколько на релоуд потребуется? Блин, больше, да? Ну ладно, нам в другой стороне стоять только предстоит. Так, ты тоже у нас будешь стрелять, поэтому встань сюда. Развернись. Развернись. Ну ладно, какая разница. Наколдуй. И... да. Сейчас плеваться будет, да? Промах. А вот сейчас там молоточек в руки пойдет. Правильно делаешь. Иди ближе к зомби. Смотри, как везет, по крайней мере, на первых парах. Так, Эдик. Представляю, как говорится, это вам. Эдуард. И два шага вперед. И прям к нему впритык подходи. И защищайся. Этот сейчас тоже подойдет, он будет ему помогать. А как еще его переубедить? Он как-то напал на нас. Я не вижу другого выхода. Так, бери молоточек. И бей его. Чем? А, нет, ну четыре еще более-менее. Ну три удара, это же замечательно. Так, и прячься. Вот, видишь, никак не попасть. Ну ладно, давай так. Сейчас еще на это время тратить. О, крит, вообще зашибись. Давай, отликни от пола. Он с таким звуком отлипает. Так, нет, Эдик. Ладно, выстрел вроде хватает. Там три вроде выстрела отнимает, да? Да. Как ты мог промазать? Он под тобой стоит. Сладкий цветок безумия. А на зомби не работает, а на Эдика все равно. А вот это вот не все равно на Эдика. Это сейчас, видимо, главного героя будет атаковать. Вот сволочь, смотри, к спине отошел. Что-то прям очень, да, в этой битве получается уклоняться. Офигеть. Это не может не радовать. Так. Вот так вот. Чем быстрее мы его вырубим, тем лучше. Ага, главному герою пофигу, он не уклоняется. Надо, значит, тут, ну, ГГ будет вот этого гасить. Молоточком сейчас по три ударчика, да? На три удара хватает. Обалдеть. Так, Магерш, Магерш, прячься. И защищайся. Прям двойную защиту сделай себе. Эдик у нас берет, соответственно, дубиночку. И дубиночкой гасит главного супостата. Давай. Все, в минус. Вот и договорились с ним. Нашли общий язык. Кто это, Абель или Кабель? И встал, главное. Че эта защита ничего не дает? Смотри, эта защита ничего не дает. Капец, по-по-ну, хп сняла. Обалдеть, он косой. Он все время промахивается. Не умер, обалдеть. Я надеялся, что уже все. Смотри, они какие-то сверхслабые. Умри, пожалуйста. Давай-ка мы от него отступим вот сюда. Эдик? Я так и думал, что это будет последний удар. Значит так, Эдик, ты сейчас стреляешь? Эдик, ты меня огорчаешь. Иногда ты меня очень огорчаешь, Эдуард. Видишь, из-за того, что я отошел, и он тоже сделал шаг. На два удара его не хватило. Вот че ж ты-то так не уклоняешься, объясни. Или у Эдика хорошо ловкость прокачана? Со спины даже не попал. Ты представляешь? Надо было плевать. Ну ладно, тупанул. Так, выстрели. Все равно не... Девять. Давай ты его уже добивать будешь. И отходи. Вот так вот. А ты как бы попробуй достань. Так, я думаю, это будет финальный ход для этого монстра, потому что мы его сейчас дружно добьем толпой. Если изгой его добьет, будет круто. Вот если именно изгой его добьет, тогда получится еще и зомби мы выстрелим. Но изгой его не добьет. Не добьет. О, я выстрел... Ладно, какая разница? Выстрел, не выстрел. Хорош, защищайся. Эдик такой... Просто царапина. Так, вот теперь точно надо плевать. Я сначала подумал, что он не умер, а просто обоссал. Я не понимаю вот этого прикола, но ладно. Не просто умираю, а еще и обоссался. Пардон, сеньор. Так, Эдик... Идем дальше. Пошли дальше. Эдик красавчик. Мы же убедили, задание выполнено или что? Образец инопланетной флоры. Что это? А, это... Это... Новый уровень. Да, здесь шанс критического провала. Быстрее возникает привыкание. Апатия ко всем дальнейшим получаемым очкам опыта. Сталкиваясь с совершающими противниками, переставляю больше очков рассудка. Не, вообще с рассудком не хочу. Буйство. Не вступая в бой, в течение некоторого времени персонаж начинает терять очки рассудка. Не-не-не. Минус 2 привлекательности. В общении с компаньонами персонаж не способен вызывать к себе симпатию. Давай, а мы от этого никогда не испытывали проблем. С этим никогда не испытывали проблем. Нашему персонажу это просто не нужно. Я, кстати, знаешь, что сейчас заметил? Зомби стал молодым, красивым. Блин, уже нет. Это на секунду случилось? Это был баг. Вот перемотай и поставь на паузу до того, как я тогда открыл инвентарь. Мне тогда показалось мне или нет, проверь. Напиши в комментариях. Это очень забавно и интересно. Так ли оно или нет? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Чапочку можно надеть? Да нет, давай не будем. Я вообще хотел проверить вот это. Отпускать некранными иконами. Задаваться мне удалось на строчку стихотворения. Где-то задание. Ладно, это задание я не вижу. Походу мы его выполнили. Так, что это? Это какой-то изумруд, да? Изумруд лежит? Я не удивлюсь, это не изумруд, а мозги чьи-то изумрудные. Что это? Странный камень. Необычайный, необычайно мягкий метеорит. Странные фактуры, покрытые хрупкими переливами и пузырьками. Коснуться. Опа. Странная пыль, она везде. Все такое серое, цвета тускнеют. Что я тут делал? Ах да, я должен был что-нибудь поесть. Но я так устал. Не могу. Мои глаза. Что за странная пленка? Как? Как у кого-то трупа? Те, у кого никого нет, обречены на смерть. Но я с тобой, любимая. Наша любовь защитит нас вместе. Я знаю это место. Все так похоже, но не совсем. Все такое чужое. Кругом пыль, разложение. Растения извиваются в странные фантастические формы. Что за пелена пала мне на глаза? Завеса смерти? Я истаиваю? Что? Что значит слово истаиваю? Все рушится, крошится в песок. Светящаяся дымка проникает везде. Зеркало? Как оно может быть? Нет, я не должна смотреть в него. Они умирают один за одним. Не только мы. Но только не мы. Еще не время. Обними меня. В этом наше спасение. Окей. Нам скрытность сейчас не нужна. Сюда нам не нужно. Сейчас перед уходом скрытность опять включим. А ведь если у нас зависимость уже развилась, в общем-то и все равно получается. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Нет, надо было проще вот... Я могу это использовать? Антфигаж я ее купил. Я думаю, ее можно использовать. В зависимости, все равно уже есть. Какая разница? Надо будет по возможности еще купить. Да ты заканаешь меня. Своими этими аномалиями. Походу прошли, да? Это все... Вот эти вот все отходы, это исключительно для лута. Места. Ну и для каких-то вот... Знаешь, не больше... Ага, не полностью еще прошли. Я надеялся, что уже конец. Какая длинная улица зараженная. Хорошо, хотя бы заклятие. Это один раз надо было применить и все. Синий патронок дробовик. О, еще один камень. А я до этого камни не пропускал или пропускал? Убей их всех сразу, пожалуйста. Зарвись и убей. Вы серьезно? Подожди, подожди. Вы серьезно? Хорошо, что я хилился, да? Дневник обновлен, а каянная улица. Как пройти-то? А как... Нет, нет, а как я это пройду? Так, вот только через этот проходик можно, да? А драться как бы нельзя тут Надо сначала пройти Вот эти темы не простреливаются Вот объясни мне, почему вот эта скотина может плеваться в нас А я не мог выстрелить через эту штуку Хотя ладно, не объясняй А может, хотя нет, может объяснить Сейчас, сволочи, я отойду Походу нам все четыре героя должны тут стать и начать копать Что происходит? На него какой-то баф наложился? Плюс один, ништяк вообще Смотри, еще один вылез Ну какая царапина О каких царапинах идет речь? Да в смысле нельзя релоу-то сделать? Да Обалдеть нужно этих очков действия Ну хотя бы умрут легко А, нет К сожалению, еще не мрут Хватит доплюнуть Все, защищайся Нам нужно их как можно быстрее туда провести Семь Спасибо Эдик, красава Красава, красава Эдик, вообще умница Так, быстрее Спасай Эдуарда Не, даже Блин, на второй выстрел не хватает Давай, подходи Что это им дает? Да ладно, только не еди-ка Так, эта мразотина будет к нам подходить потихонечку И офигеть я тебе скажу У нее шагов действия Очков действия Блин, еще плюс один Нам нужно быстрее сюда дойти Всем четверым А не надо было ко мне подходить, сволочь Да не дай мне развернуться Ну, скотина Ну почему он мне не давал развернуться? Надо хилить его А, нет, давай вот этого добьем Я думал, изгой не дотянется до него А не эгой Я думаю, сейчас Эдик его добьет Ага, хорошо Что такое? Вот сюда Пожалуйста, как-нибудь Блин, ну игра Блин, ну Как меня это бесит в этой игре Ни на кой хрен эти клетки нужны Я себе не могу встать на нужную, доступную Надо быстрее главного героя отсюда уводить Надо, чтобы он отошел И сделал выстрел Защищайся Кого? Ага Его надо срочно хилить Давай его уводим Быстро отсюда Вот Подальше Нет, нет, только не скидывай мне ход Я тебя прошу Все, хорош Даже Видишь, опять не хотел подходить Бесит Нет, тут понятно, что нам не воевать нужно против них А победить именно вот за счет вот этого Нам нужно вот этих двоих убить и уже остановиться сюда Потому что они будут подходить с каждым ходом Блин, он кровью харкнул Я сейчас изгоя уведу Да, пора его уводить Прям не то, что уводить Убегать ему надо Так, встань сюда Два А ведь он пошел к главному герою Вот этот, сволочь Пожалуйста, дайте мне сходить изгоем и главным героем раньше Главное изгоем Потому что он нас при смерти Длинная серия получится Офигеть, много у меня очков действия, я тебе скажу Бей Красава Ну хотя бы так А почему нет Так, давайте-ка встаем Хватит Изгоем, вали Что происходит Живой? Убили Не, ну это фейл Давайте, короче Продолжим в следующей серии Давайте вот так вот загрузимся И продолжим в следующей серии Сложный бой Длинный Серия длинная Так уже получилось Переиграем его Сейчас Вот Подхилимся заодно По максимуму И пойдем Поэтому Обязательно поддержи видос лайком Подписывайся на канал Если ты этого еще не делал Жду тебя также в группе Вконтакте С вами в инстаграме Ссылки в описании Спасибо за просмотр И до встречи в следующей серии Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok